Настя, а ты когда-нибудь видела у нас в городе ретро-автомобили? Слушай, да, видела. Выглядит очень интересно, эффектно, особенно когда они едут перед колонной. Полностью с тобой согласен. Наша коллега Ольга Алексеева побывала на закрытии сезона Первуральского автоклуба Кооператив и подготовила для нас сюжет. Хромированные детали, кузов выкрашены в яркий цвет. Они заставляют оборачиваться и их хочется разглядывать. Речь идет об автомобилях, которые еще полвека назад часто встречались на улицах города, а сейчас считаются большой редкостью. Это автомобильный клуб Кооператив, который за два года своего существования объединил около 20 любителей ретро-автомобилей. Это как любой клуб по интересам. У каждой здесь еще что-то свое. Кто-то хочет прикоснуться к истории, кто-то хочет какие-то задеть свои внутренние струны ностальгии. У кого-то в детстве, может, был автомобиль у дедушки или у бабушки. У кого-то не было никогда такого автомобиля, и он хочет, наоборот, к нему прикоснуться. У кого-то просто любовь к технике старой, советской. Каждый ищет свое. За этот короткий период автомобилисты успели поучаствовать в различных автопробегах и выставках. Ежегодно резиденты клуба преодолевают сотни километров, собирая на себе восхищенные взгляды. Самое интересное, что это путешествовать на этом автомобиле. Мы путешествуем своим клубом каждый год. Уже, как у нас традиция, мы ездим в город Тюмень на открытие сезона. Это прям испытание для автомобилей, испытание для нашей нервной системы, потому что автомобили старенькие. И всякие приколы случаются на дороге. Мы готовимся и, по сути, в нашем сообществе обсуждаем, кто какие запчасти возьмем. Мы даже в поездку берем с собой полуось на вас. Соответственно, мы все можем поменять. Может случиться все. Выбор таких автомобилей не случайен. Для кого-то это символ советского автопрома, а кому-то автомобиль достался от родных. У Вячеслава Кузнецова интерес и желание восстанавливать ретроавтомобили был всегда. Серую «Волгу» 1963 года ему подарили на юбилей. Особая ценность этой машины заключается в дате ее выпуска. 18 августа – это не только день выхода с конвейера автомобиля, но и день рождения самого владельца. Как признается хозяин, в этих машинах есть что-то особенное. Я считаю, старые машины, они все с какой-то душой. У них там что-то свое внутри этой машины есть. С ней на самом деле надо разговаривать, с ней надо поговорить. С ней там надо подмигнуть ей где-то, протереть зеркало, попинать по колесику, если она не запускается. Что-то покрутить в ней, повинтить, и она едет. То есть это на самом деле другие машины. Это не штампованная. Она практически, большую половину сделана руками человека. То есть люди вкладывали в нее душу, время, силы. Даже работая на этом конвейере, здесь есть такие вещи, которые там, не знаю, в современных автомобилях ты не встретишь. В большинстве случаев эти железные кони являются автомобилями выходного дня. В них вкладывают любовь и заботу. Выезжая на дороге общего пользования, владельцы ретроавтомобилей радуют глаз горожан. Интерес к яркому автопарку проявляют не только взрослые, но и дети. Погружаю одних в теплые воспоминания, а других в непостижимое прошлое. Ольга Алексеева, Дарья Шумович, Александр Ушаков. Специально для утреннего шоу «Апельсин».